Здарова всем ребята, Кентуха на проводе и у меня очень хорошие новости. Прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк и подпишитесь на канал КентПК, потому что прямо сегодня я вам расскажу, что же добавят в обновление 0.16.0, потому что есть новые сливы. Также, помимо этого, я хотел бы вам подарить промокод на нож. Я вам в этом видео запрятал буквы, если вы эти буквы соедините, у вас выйдет рабочий промокод на нож. Так что, ребята, смотрите без примоток, присаживайтесь по удобнее, а мы начинаем. Ну что же, дамы и господа, почему я вообще решил снять данный видеоролик? Да потому что, ребята, мы не начали все чаще и чаще скидывать слив пакетов. Ну, например, просто посмотрите, новый пасс будет называться Dragon Rise. То есть, это уже не шутка, это не пранк, это 100%. Новый пасс будет называться Dragon Rise, что в переводе означает взлет дракона или подъем дракона. Ну, что в этом роде. Что же будет в этом пассе? Мы знаем то, что будет новая эмка, мы знаем то, что будет пулемет и мы знаем то, что будет новый нож. А теперь давайте обо всем по порядку. Ну, а прямо сейчас, ребятки, для того, чтобы узнать, какой же новый нож будет в обновлении, нам необходимо немножко переместиться в трейлер. Посмотрите внимательно, что же мы видим, ребят. Это новый нож Танто. Внимательно на него посмотрите, потому что вы просто будете в шоке. Да, вот я его даже нашел в интернете. Максимально похож. Ребята, это самурайский кинжал. У нас как раз весь трейлер сделан в стилистике Самурая, стилистике Японии, стилистике Сакуры. Поэтому новый нож будет Танто в новой коллекции Dragon Rise. Это мы с вами уже уяснили. Ну, а прямо сейчас, ребятки, будет очень важный нюанс. Потому что многие из вас, смотря на этот пулемет, не понимают, что же это за пулемет. Прямо сейчас, ребят, напишите, как вы думаете, как будет называться этот пулемет в комментариях. А я лично выскажу свое предположение. Этот пулемет, ну, максимально похож на М60 с прицелом. Ну, ребятки, ну просто посмотрите, ну вылитый же. Нет, я уверен. Я могу даже с кем-то поспорить на 1000 голды, что это будет именно М60 с прицелом. Поэтому разработчики, ждем пулемет, потому что я хочу мою 1000 голды. Ну, а прямо сейчас, ребятки, самое интересное, потому что есть пакеты данных. Их перехватили, и мы прямо сейчас можем узнать самую крутую и самую инсайдерскую инфу. Ну, что же, полетели. Первое, что перехватили, это, ребятки, режим 2 на 2. Что же это означает? Скорее всего, тестеры играли в этот новый режим. А, да, вы не знаете. Будет режим напарники. Что же такое режим напарники? Режим напарники, это берется какая-то карта по типу Зона 9. Берется один плент, например, плент А. И вы должны играть 2 на 2 в пленту А. В этом режиме напарники есть свои звания, есть калибровка. То есть берете себе самого крутого киберспортивного друга. Играете с ним 2 на 2. И получаете, например, звание легенда. Конечно же, этот режим нагло скоммунизили из CSGO. Но, тем не менее, очень круто. Например, режим эскалации мне из тех режимов, которые были в Слендов 2, очень нравится. И он мне нравится больше всех. Поэтому я очень сильно буду ждать, чтобы добавили конкретно режим напарники. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, смотрим те самые сливы. Вам всем интересно, что же это такое? Если вкратце, ну, я вас не буду углублять в программирование. Тут пошагово написано, что же происходило. Ну, например, смотрите. Инкрепт на этом моменте видим, что разработчик стреляет с АКР. После этого зарезал с керампита, сделал хайдшот. Потом он дамажил с М16, ну и так далее. То есть, по сути, ребят, тут ничего такого важного нету. Есть один максимально важный момент. Я вам сейчас его покажу. Ладно, ребят, я, короче, полчаса искал эту строчку, но я ее где-то потерял. Короче, там была строчка АКР минус 28. Что же это означает? Это означает то, что, скорее всего, будет новый скин на АКР под названием АКР минус 28. Вот это, ребят, ну прям очень круто, потому что мало ли кто не знает, это тот самый удаленный скин. Да, ребята, он был раньше в стендоффе. Потом разработчики его удалили и, походу, пытаются обратно добавить игру. Это очень круто. Поставьте за это лайк. Также, ребятки, я прекрасно понимаю, что каждый из вас любит подарки. Но я скажу честно, я тоже блажаю подарки. Так вот, какие же мы вместе с вами получим подарочки за обновление 0.16.0? Ну, то есть, за этот прошлый сезон, да? Прямо сейчас я вам показываю все эти награды, ребят, посмотрите на все эти прикольные брелки. И, притом, если я не ошибаюсь, все эти брелки можно будет продавать. Поэтому моим совет. Прямо сейчас, пока осталось буквально последних пара дней, поднимайтесь на максимально высокое звание. Потому что, если быть о бронзе, этот брелок будет максимум стоить пол голды. Да я думаю, это же не будет стоить и пол голды. А вот этот вот брелок аркана будет стоить ну минимум голды 100. Поэтому я однозначно прямо на стрима буду брать супер крутую, супер киберспортивную команду. Будем поднимать высокое звание и будем получать крутые награды. Ну, а вы как думали-то, ребятки? Ну, а прямо сейчас я хотел бы с вами немножко поговорить касаемо новой карты. Потому что, ребята, новая карта, это будет большой прорыв в стендоффе. Потому что эта карта очень странная. Рассказываю, почему эта карта странная. Есть здание. Внутри здания должны находиться теры. Спецназ должны находиться на улице, если судить по трейлеру. И я вот не понимаю, а что должна делать команда спецназа? Как тут играть? Объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то. То есть, по сути, теры уже появляются на планету и сразу появляют бамбу или как? Я этого немножко не понимаю. Напишите ваше предположение. Или, возможно, знаете как? Возможно, теры находятся на улице с одной стороны. Команда спецназа находится тоже на улице со второй стороны. И они все вместе должны встретиться именно конкретно в здании. Если это так, то разработчики, я снимаю перед вами шляпу. Потому что вы придумали нечто гениальное. Но если слить по трейлеру, то получается какой-то бред. Теры уже сразу появляются на планету. Ребят, ну как такое возможно? Ну а прямо сейчас, ребятки, я бы хотел показать еще один 100% слив. Но уже от разработчиков. Короче, ребят, смотрите. Я думаю, вы все знаете, что разработчики загружают разные скрины. Например, в Play Market, в App Gallery, в App Store, ну и так далее. То есть, посмотрите на этот скриншот. Вопрос к специалистам. Почему нахрен про это никто не сказал? Мы же тут видим новый скин. Да, ребята, это не шуточка. То есть, давайте посмотрим. Я говорю не про этот, знаешь. Это, скорее всего, обычный Flip Life. То есть, тут ничего новенького нет. Я говорю конкретно про этот АКР. АКР! АКР-12 Спорт. Да, если я не ошибаюсь, то, ребята, это новый скин. АКР-12 Спорт. Он будет в новой коллекции под названием Dragon Rise. Если вы просто посмотрите, какой же он классный. Я вот смотрю. Я скажу сразу. Мне кажется, он будет Арканой. И я с большим, при большом удовольствии этот скин, конечно же, себе куплю. Потому что, ребята, это просто что-то с чем-то. Так что, вот он еще слив одного скина. Ну, а прямо сейчас я вам показываю еще один очень интересный момент. Что же мы тут видим? Мы видим, что Сэндов 2 попал в раздел новинки и обновления. Вам всем интересно. А как он мог попасть в раздел новинки и обновления, если обновления не было полгода? А знаете все почему? Потому что, скорее всего, обновление уже загрузили в WebGallery. Модераторы просто его просмотрят, проверят, одобрят. И после этого обновление уже должно выйти. То есть, грубо говоря, как только заканчивается Furious акция, сразу после этого обновление должно выйти уже и в Play Market, и в WebGallery, и везде, везде, везде. Это очень хороший инсайт, который нам говорит, что обнова должна выйти уже вот-вот-вот, прям скоро. Я вам еще раз упоминаю то, что Furious коллекция выйдет на рынок. Не стоит об этом забывать. Но, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Надеюсь, вы успели активировать промокод. Всем удачи и всем пока!